Подобные проблемы, о которых мы говорили в репортаже только что, почти всегда касаются большинства жителей региона. Но порой на нашу жизнь влияют и события мирового масштаба. Одно из таких – пожар в Париже. Эти кадры уже облетели весь мир. Большая часть Нотр-Дама была уничтожена огнем. В Министерстве культуры России предложили организовать сбор пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери – уникального памятника архитектуры. Конечно, с одной стороны, Франция находится от нас очень далеко. С другой же, причастность к мировой культуре не измеряется километрами. Сегодня мы решили поговорить с экспертами на тему, является ли этот пожар трагедией для всего человечества. И стоит ли призывать россиян оказать материальную помощь стране, которая в числе ведущих экономических держав. Утрата этого собора, которому уже более 800 лет, конечно, показала о том, что каждый француз что-то потерял. Когда праздновали 6 лет назад его 850-летие и проводили различные исследования, то есть каждый француз имеет отношение к этому собору. И поэтому это не просто собор, который входит в десятку крупнейших и самых древних соборов готического формата в Европе. Это тот собор, который в сердце каждого француза. Данный объект архитектуры, он очень важный для мира. Но, и с одной стороны, нужно всем его восстанавливать, потому что это очень важный, скажем, архитектурный объект. Но, допустим, если у нас в России что-нибудь сгорит, ну, будет ли иностранные граждане помогать нам? У нас постоянно что-то горит, и не обязательно архитектура, даже, может, леса. Но почему-то нам никто в восстановлении не помогает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!